На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Угнал, выпил в тюрьму. Три попытки угона за одну ночь совершили двое парней в Житковическом районе. Взрыв бытового газа в Жлобине. На этаже разрушены стена и проемы. Пострадали люди. Покрывали браконьерство. Мозырские природоохранники за содействие нарушителям отвечают перед Фемидой. Кражи на стройплощадках. Как уберечь от домушников свое имущество? А также, когда инспектор всегда рядом. О работе участковых милиционеров поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Взяли с поличным сотрудники наркоконтроля и заблечили дилера, который работал на крупный интернет-магазин по продаже психотропов. Наркокурьера задержали в районе железнодорожного вокзала областного центра. При себе у мужчины было несколько свертков с дурманом. А при обыске его квартиры милиционеры нашли два пакета с амфетамином, весом по несколько сот граммов, а также упаковку со спайсами. Причастность к товару мужчина отрицать не стал. Наркозбытчик хранил почти 250 граммов мифедрона. Найдены десятки закладок. Общий вес наркотика почти килограмм. Возбуждено уголовное дело. Классика белорусского угона. В Житковичском районе двое парней за одну ночь совершили три попытки кражи автомобиля. Все по избитой схеме. Угнал, выпил в тюрьму. Инцидент произошел в агрогородке Белев. Молодые люди выпили и решили рвануть к друзьям в соседнюю деревню. На такси никто раскошеливаться не захотел, потому воспользовались автомобилями своих соседей. Первая попытка не удалась. Один из фольксвагенов не смогли завести, поэтому угнали Сиад. Но он предательски заглох через несколько километров. Пришлось вернуться домой. И только с третьей попытки все получилось. Старенький гольф завелся и катал угонщиков целые сутки, пока их не задержали. Теперь нарушителям, одному из которых только 16, грозит до шести лет лишения свободы. Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в минувшую субботу в Жлобине. Пострадали два человека. Хозяин взорвавшейся квартиры и его сосед. Оказавшиеся под завалами. У одного ожоги 20% тела, у другого ушибленная рана головы. На момент взрыва в соседней квартире вместе с мужчиной находились его жена, трехлетний сын и годовалая дочь, которые не пострадали. Несущие конструкции дома устояли, поэтому отселение жильцов не потребовалось. Причина взрыва газа устанавливается. В Гомеле будут судить 24-летнего местного жителя, который в троллейбусе ранил ножом трех милиционеров. Это произошло в мае этого года. Молодого человека, сбежавшего из исправительного учреждения, к тому моменту искали почти месяц. Обнаружившие его оперативники решили провести захват беглеца на выходе из троллейбуса на остановке «Универмаг». Однако преступнику удалось скрыться, серьезно ранив милиционеров. Задержать сбежавшего удалось лишь спустя несколько часов сотрудниками ОМОНа. Статья за невнимательность в Мозере в отношении водителя автобуса, не заметившего пешехода, возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в районе торгового центра «Малининский». Мужчина торопился пересечь дорогу и оказался под колесами МАЗа. У пострадавшего перелом черепа. С места ДТП его доставили в реанимацию. Все это произошло на зебре, но, по словам водителя, пешеход появился внезапно. Поэтому вовремя среагировать он не успел. В суде Центрального района Гомеля начался процесс над бывшим топ-менеджером Рогачевского молочно-консервного комбината. На скамье подсудимых экс-заместитель директора предприятия по сырью и обеспечению закупочной деятельности, а также главный специалист компании «Химлюкс», который лоббировал поставки. Напомним, руководитель одного из ведущих комбинатов молочно-перерабатывающей отрасли страны был задержан за получение взятки в особо крупном размере. Правоохранители взяли его с поличным в июне 2018 года. Следствие шло несколько месяцев, и вот сейчас дело стали рассматривать в суде. Размер взяток, которые в течение нескольких лет топ-менеджер получал от ведущего специалиста компании «Химлюкс», по материалу обвинения составил 11 265 рублей. С каждой поставки моющих средств на предприятие в карман руководителю шло 5% от их стоимости. Деньги за товар переводились поставщику, а тот, в виде отката, возвращал средства заместителю директора молочно-консервного комбината. В деле десятки эпизодов. Прокурор зачитывал материалы обвинения более 20 минут. В суде Центрального района Гомеля начался процесс над бывшими сотрудниками Мозорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На скамье подсудимых экс-начальник и его заместитель. Мужчины обвиняются в получении взяток, превышении служебных полномочий и укрывательстве браконьеров. Напомним, задержали подозреваемых еще в апреле. Именно тогда раскрылись факты взяточничества. Схема была такова. Браконьеры приносили часть улова руководству межрайонной инспекции, а те передавали полученный налог вышестоящим лицам. При этом руководству инспекции было известно о незаконной ловле рыбы на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Браконьеры безнаказанно орудовали там сетями, в том числе в период нереста. Кражи с частных стройплощадок по-прежнему остаются головной болью, как для будущих жильцов, так и для правоохранителей. При виде несоселенного дома у нечистых на руку людей все чаще возникают мысли о возможности чем-нибудь поживиться. Поэтому хозяева все больше озадачены тем, как сохранить все то, что нажито непосильным трудом. Строительный сезон близок к завершению, но как сберечь имущество, чтобы весной продолжить стройку без потерь? В нашем следующем сюжете. Жилой массив индивидуальной застройки Романовичи на сегодня является одним из самых больших в области по площади и по количеству участков, на которых ведутся строительные работы. В общей сложности все три очереди Романовичи 1, 2 и 3 включают около 3,5 тысяч участков. И если в Романовичах 1 и 3 строительства на завершающем и на начальном этапах, соответственно, то Романовичи 2 в самой активной фазе. Ежедневно на стройплощадке завозятся стройматериалы, исчисляемые тоннами грузов и сотнями тысяч погонных и кубических метров. Соответственно, и количество используемого строителями инструмента на этой территории не поддается подсчету. Но если одни днями здесь заняты созидательным трудом, то другие выгодным воровством. Участок занимает порядка 230 гектаров, на котором расположено около 1200 строящихся домовладений граждан. Значит, инфраструктура там отсутствует, дороги есть, но никакие освещения тоже там нет. В ночное время, пользуясь всеми этими моментами, преступный элемент совершает хищение. Предметами преступного посягательства являются, прежде всего, это электроинструмент, изделия из цветного металла, провода, кабеля, всевозможные удлинители. Значит, нередко они остаются на виду, либо в подсобных помещениях, которые слабо технически укреплены. Отсутствуют забирающие устройства, либо деревянные двери, из которых очень легко выдернуть пробой. Вероятность остаться незамеченным в обилии всевозможного инструмента и материалов – решающий фактор для преступников. А некоторые застройщики, можно сказать, даже провоцируют злоумышленников на совершение преступления, надолго оставляя строительные материалы прямо на улице. Некоторые владельцы, установив в доме двери и окна, наивно полагают, что этим смогут остановить вора. Только в этом году в строительном массиве Романовичей произошло, по меньшей мере, 15 краш. Случаи воровства у нас были дважды. Конкретно у нас гараж скрывался и выносилось все, что могли. Ну, что мы можем сделать? Ничего, пока нет электричества. Ждем, как Бога, как говорится, чтобы подключить первым делом сигнализацию и пользоваться ею. Все, что можно, все вывозится домой, естественно. Потому что на зиму оставлять что-либо пока что очень страшно. Естественно, весь инструмент, все необходимое. Уже практически все и вывезли. Конечно, установка охранной сигнализации и различного рода видеокамер имела бы положительные результаты. Но пока в силу технических причин это невозможно. Милиция предлагает придерживаться простых рекомендаций. Не оставлять материалы рядом с домом на длительное время. Хранить в строительном вагончике только малоценные вещи. При найме рабочих нужно интересоваться их характеристикой и записать паспортные данные. После монтажа электропроводки скрыть ее под слоем штукатурки. И, конечно, следует регулярно наведываться на стройплощадку и контролировать обстановку. На Убелевский отдел также не остается в стороне от мероприятий по поиску преступников. Проводим регулярно оперативно-поисковые мероприятия, направленные на розыск преступников, совершающих хищение. Но, к сожалению, учитывая большую площадь, не всегда они приносят наше мероприятие положительный успех. Вместе с тем мы не опускаем руки и продолжаем работать в данном направлении. Спрос рождает предложение. Покупая дешевую технику с рук, люди понимают, но часто закрывают глаза на то, что это краденое имущество. И, по сути, становятся двигателем воровства и нелегальной торговли. В этом вопросе правоохранителями приветствуется четкая гражданская позиция. Не хочешь стать соучастником преступления – не покупай краденые вещи. В таких случаях справедливо звонить в дежурную часть или на спецлинию 102. Про службу, которая и опасна, и трудна, рассказано немало. Однако, говоря о милиции, многие сразу вспоминают участковых. Из всех блюстителей порядка. Именно они ближе всего к простому обывателю. Они и патрульные, и сыщики, и педагоги, и психологи в одном лице. Наша съемочная группа попыталась узнать, что говорят об этой профессии коллеги и чем так важна работа участкового инспектора. Так что, этим словом, дело серьезное. Надо по всем статьям следствий провести. Этот фильм о приключениях легендарного милиционера Анискина вышел в далеком 1968 году. Простой и славный, умеющий убеждать негодяев не кулаками, а тихим добрым словом. Вот портрет нашего супермена участкового. И несмотря на то, что с момента выхода картины прошло много времени, такой подход в работе не теряет своей актуальности. Участковый инспектор милиции – это очень своеобразная служба. И расскажу сразу, почему. Этот человек отвечает за все. Он как универсальный солдат. Это человек, к которому нужно обязательно обращаться по любому вопросу, касаемо органов внутренних дел. Нужно ли вам получить паспорт? Или же какой-то дебошир или сосед сверху мешает вам спать? Обращайтесь с мярой к участковому инспектору милиции, и он вам обязательно поможет. Ведь от того, как он работает, зависит имидж органов внутренних дел и всей системы милицейской в целом. Так как эта профессия предусматривает непосредственную работу с жителями участка, то здесь не получится формально подходить к служебным обязанностям. Зачастую участковому приходится одновременно быть следователем, оперативником и экспертом, а еще воспитателем, грозой скандалистов и переговорщиком. Светлана Викторовна, это нарушение административного законодательства, загромождение мест общего пользования, ответственная статья 21.16 Кодекса Республики Белорусска, а также имущество ваше подвержено хищению. Такие беседы и обход домов – это только одна из составляющих этой работы. Понятие «день и ночь», «будние праздники» для этой категории правоохранителей являются условными и легко изменяемыми. Ежедневно к участковому идут люди со своими жалобами и проблемами. К слову, в среднем на одного участкового в городе приходится около трех тысяч человек. В сельской местности этот показатель ниже – до двух тысяч. Участковый инспектор милиции должен досконально знать в административный участок. Автостоянки, школы, предприятия, другие организации. Кроме этого, очень важно знать и людей, проживающих на участке. Ведь именно они помогают профилактировать и раскрывать преступления. Это кладезь информации, которой необходимо правильно пользоваться в деле раскрытия и профилактики преступлений. И еще больше работы добавляет контроль за лицами, склонными к совершению правонарушений, страдающими алкоголизмом и теми, кто вернулся из мест лишения свободы. Одними из самых проблемных участковые называют малосемейки и общежития. Именно там чаще всего происходят преступления, связанные с семейно-бытовым насилием. Например, здесь, в 2015-м, было обнаружено мумифицированное тело трехмесячной девочки, родители которой ушли, просто оставив ребенка умирать. Судебный процесс в отношении биологических папы и мамы прошел в том же году и продлился более месяца. По совокупности преступлений их приговорили к 19 годам лишения свободы. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специально для программы «Де Факто». Работа участковых в милиции можно сравнить со службой в армии на передовой. Инспекторы первыми узнают о конфликтах, знают жителей своего участка в лицо. Каждый день находятся на страже закона, порядка и справедливости. Участковые – это одни из первых людей, к которым граждане обращаются за помощью, ищут защиты своих прав и интересов. О работе участковых инспекторов и порядке взаимодействия с населением в студии программы «Де Факто» мы поговорим с начальником Управления охраны правопорядка и профилактики Управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Маратом Файзулиным. Марат Фаридович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Марат Фаридович, каковы все-таки главные функции участковых инспекторов? Функции участковых многогранные. По-другому их называют еще райотдел миниатюри, потому что участковый на своем веренном административном участке отвечает практически за все направления деятельности органов внутренних дел. Не многовато ли для одного участкового? Многовато, да. Поэтому для этого необходимо, для решения всех поставленных задач, необходим определенный опыт, знания и умения. В целом, кратко если охарактеризовать работу участковых, то он отвечает за обеспечение охраны правопорядка на административном участке, за обеспечение личной безопасности, имущественной безопасности, как граждан, так и предприятий, учреждений, организаций. Значит, должен заниматься предупреждением, пресечением правонарушений, как административных, так и уголовно наказуемых. Говорят, что хорошо бы знать своего участкового в лицо. Так ли это и почему? Безусловно. Даже если все благополучно и в семье, и с соседями, и в доме, где проживает гражданин, участкового своего знать необходимо. Потому что мало ли произойдет какая ситуация в будущем, никто не может предсказать, что с нами будет. Поэтому его помощь всегда потребуется. Участковый – это тот сотрудник органов внутренних дел, который в первую очередь придет, среагирует на то или иное сообщение со стороны граждан. Места работы участковых, где они базируются? Как правило, здесь присутствует такой принцип, чтобы участковые были ближе к населению. Поэтому зачастую они размещаются в общественных пунктах охраны правопорядка. Там их находятся рабочие места. Участковые – это те сотрудники правоохранительной системы, которые непосредственно принимают участие в профилактике. Как проводится эта работа? Так точно. Профилактика – это одна из основных задач участкового. Здесь он руководствуется законом Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике. Спектр мероприятий, которые предусмотрены, он разнообразен. И всеми этими инструментами пользуются участковыми. Как кто, в целом, анализируя состояние правопорядка на веренном административном участке, если он видит, что, допустим, недостаточная освещенность того или иного участка местности, что может способствовать совершению правонарушений, значит, он направляет информацию, реагирует. В отдельных случаях, если при проверках обеспечения сохранности собственности товаро-материальных ценностей на предприятиях, он видит, что недостаточным образом обеспечено данное направление, то он инициирует внесение представлений в адрес руководителей предприятий для устранения тех или иных условий, способствующих совершению правонарушений. Кроме того, значит, осуществляет индивидуальную профилактику в отношении правонарушителей. В первую очередь, это лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, совершают правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства, а также в отношении семейных скандалистов. Здесь он может применять такие инструменты, как профилактическая беседа. Значит, если человек совершает правонарушения, то, соответственно, он привлекается к административной ответственности. В определенных случаях ему выносится официальное предупреждение в цели того, чтобы данные правонарушения со стороны граждан не повторялись. Если на человека не действует данная профилактическая мера, то тогда человек берется под наблюдение, то есть ставится на учет, и в отношении него проводится более, скажем, предметный и более углубленный комплекс мероприятий профилактического характера. Кроме того, в отношении семейных скандалистов предусмотрены специфические меры профилактического характера. Такие, как вынесение защитного предписания, которое предполагает какие-то ограничения в его поведении, а вплоть до выселения из жилища общего с жертвой насилия. Принцип повторности здесь действует. Вот, допустим, один раз обращаются к участковому, два раза. Так точно. Меняются меры воздействия? Так точно. Каким образом? Для того, чтобы предупредить правонарушение, то участковый может провести профилактическую беседу. Данное мероприятие может быть проведено даже в отношении человека, который, в принципе, и не совершил правонарушение. Мы затронули такую тему, как вот насилие в семье, да, вы говорили про скандалистов. Почему все-таки стоит звонить, обращаться в милицию, и какие меры милиция может принять, в том числе по оказанию помощи потерпевшим? Ну, скажу сразу, что профилактика семейного насилия – это первоочередная задача участкового инспектора милиции. И она проходит красной нитью в его повседневной деятельности. Безусловно, выскажу свое мнение, что замалчивание семейных конфликтов – это путь к тому, что рано или поздно произойдет преступление. Будет совершено преступление, и наступят более тяжкие последствия в отношении жертвы. То есть терпеть, жалеть, прощать – не всегда правильно. Терпеть и жалеть – это становиться на путь того, что произойдет непоправимое. Тем, что жертва насилия замалчивает о применяемом насилии, воздействии со стороны семейного скандалиста, это только подталкивает его. К совершению новых противоправных поступков. Видя свою безнаказанность, да, он усугубляет. Если начинается, может быть, с оскорблений каких-то, причинение боли, то заканчивается, в конце концов, это причинением телесных повреждений, а порой и, скажем, более тяжким и летальным исходом. Ну, особенно женщины часто не обращаются, потому что не знают, что будет дальше, какую помощь им окажут. Что может предложить правоохранительная система? Выбывая на семейный скандал, сотрудник милиции в обязательном порядке изучает, в целом оценивает риск, какой присутствует для жертвы. Сотрудник милиции выясняет, согласна ли жертва на то, чтобы органы внутренних дел направили информацию в другие заинтересованные органы, субъекты профилактики, для того, чтобы семье была оказана помощь, не связанная, скажем, с применением каких-то мер правового принуждения, а более с уклоном на оказание психологической помощи. Если жертва согласна, то такая информация оформляется и направляется в центры социального обслуживания населения, для того, чтобы с семьей поработали специалисты, в том числе и психологи. То есть даже есть возможность на базе этих центров какое-то время прожить в комнате психологической помощи, их называют по-другому кризисная комната, и, собственно говоря, как-то отстраниться от этих проблем? На работе кризисных комнат я бы хотел остановиться отдельно. В каждом районном центре на базе центров социального обслуживания населения созданы такие комнаты, которые предназначены для того, чтобы у органов внутренних дел была возможность изъять жертву насилия из жилища, там, где происходят конфликты, разместить ее на какое-то время для того, чтобы можно было разрешить конфликтную ситуацию в семье, для того, чтобы можно было за это время принять какие-то иные меры, которые бы спрофилактировали совершение преступления, либо продолжение конфликта в семье. Участковые милиционеры также обращают внимание на незаконное хранение оружия и боеперепасов. Как обстоят дела в этой сфере? Контроль за хранением гражданского и наградного оружия, которое находится на руках у граждан, это одно из направлений деятельности участковых инспекторов милиции. Участковыми инспекторами милиции за 10 месяцев текущего года совместно с представителями других служб органов внутренних дел из незаконного оборота изъято более тысячи единиц оружия, в том числе и составных частей, а также боеприпасов. Кроме этого, по материалам проверок возбуждено 74 уголовных дела в отношении лиц, которые допустили незаконные действия в отношении оружия. Кроме того, за нарушение правил оборота гражданского оружия к административной ответственности привлечено 345 граждан. В обязанности участкового инспектора прописано, что не реже, чем один раз в год милиционер обязан отчитываться перед гражданами своего административного участка об итогах служебной деятельности. В каком формате проходят эти отчеты и где их можно увидеть? Действительно, в ведомственном инорбативными правовыми актами предусмотрена такая форма взаимодействия с населением, для того, чтобы население знало о результатах работы, лишний раз пообщалось с участковым инспектором милиции. Данные отчеты проходят, как правило, в первом квартале года, в феврале месяце, в форме устного доклада участкового инспектора милиции перед гражданами. Как правило, местом проведения данных отчетов являются советы общественных пунктов охраны правопорядка, либо ЖЭУ, либо сельские исполнительные комитеты. Люди могут какие-то свои предложения высказать, либо замечания? Безусловно. В ходе этих отчетов участкового инспектора милиции они докладывают о состоянии оперативной обстановки, о уровне преступности, динамике преступности, о том, какие предпринимались меры для того, чтобы повлиять на оперативную обстановку, какие были достигнуты результаты по выявлению тех или иных правонарушений. Следовательно, соответственно, участкового инспектора милиции выслушивают предложения, замечания граждан по поводу их работы. Все это потом докладывается руководству органов внутренних дел. Марат Фаридович, большое спасибо за конструктивный разговор. Напомню, в студии программы «Де-факто» вместе с начальником управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Маратом Файзулиным мы обсуждали особенности работы участковых инспекторов. Далее рубрика «Я очевидец». Оставайтесь с нами, чтобы увидеть самые интересные кадры мобильных репортеров со всего мира. На Филиппинах птица заставила двух гонщиков на мотоциклах сойти с дистанции. Причем один из них едва не попрощался с жизнью. Два спортсмена примерно на скорости в 170 км в час мчались друг за другом. Как вдруг на пути показались две огромные птицы. Одна из них вырезалась в мотогонщика, который ехал впереди. Тот стал терять управление и с ним столкнулся мотоциклист, учавшийся следом. В итоге оба спортсмена сошли с трассы. Тот, который поймал птицу за хвост, сумел выровнять байк. А мотогонщик, совершивший столкновение, выпал из седла мотоцикла. Уцелели все, даже птица. В новозеландском Окленде мужчина едва унес ноги из-под автобуса, который снес остановку и врезался в магазин. Камера наружного наблюдения смогла запечатлеть это происшествие. Мужчина вовремя сумел среагировать. И, как рассказали в полиции Окленда, не он один. За секунду до столкновения еще одному мужчине, переходившему дорогу со своими детьми, удалось вытолкнуть их с пути этого автобуса. Сам отец двоих сыновей погиб под колесами машины. А в Кабардино-Балкарии на федеральной трассе Кавказа произошло двойное ДТП. В автомобиль скорой помощи, который собирался госпитализировать пострадавших, врезалась фура. Машина медиков в оцеплении полиции разворачивалась на дороге, но был туман и, видимо, водитель грузовика заметил препятствие в последний момент. От удара дальнобойщик скончался, а полицейского, который регулировал движение, откинуло в сторону. Кроме него пострадало еще два человека. А в Балтиморе поступок полицейского тронул до слез отца троих детей. Офицер проезжал мимо дома мужчины и, увидев его аутичных мальчиков, играющих на крыльце, решил остановиться. Сдал назад, вышел из машины и угостил детей конфетами. Для меня это был большой сюрприз, ведь мои особенные дети любят полицейские машины, сказал мужчина. Настроение сыновей после этого было просто отличным. Благодарность американец выложил трогательное видео в сеть. В Барселоне, заходя в гавань, теплоход завалил огромный кран, работавший на причале. Носом корабля он задел металлическую конструкцию, и она медленно обрушилась вниз. На пристани начался пожар и большой переполох, но никто не пострадал. Невероятное везение. Это про этих мужчин, которые, встретившись на тротуаре, чудом избежали смерти. В процессе разговора на них свалилась огромная ветка. Она легко бы придавила обоих, но аккурат легла рядом с мужчинами. Все произошло так неожиданно, что мы не успели даже испугаться, написал потом в Твиттере один из этих везунчиков. Думаете, грызет орешки? Вовсе нет. В лапах этой белки воробей. Видимо, этот зверек решил записаться в хищники. Американец снял это на Хэллоуин. Зоологи называют вкусовые предпочтения белки аномалией в животном мире, а автор – проделками нечисти. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания.